Из-за порыва трубы с горячей водой подвал этого дома топит кипятком. Уже больше двух месяцев жильцы страдают от повышенной влажности. Как в тумане горожане живут здесь с начала осени. Когда потеплели батареи, из подвала потянуло сыростью. И теперь весь дом, жалуется местные, пропитался как влажная губка. Вот так мы выходим. Влажность заполонила весь первый этаж. А это больше десятка квартир. Ламинат вздулся, окна запотели и даже от домашних питомцев пахнет сыростью. Запотевание окон. Пошла конденсация очень хорошая на окнах. Ее было видно замечательно. Снизу полы у нас появились горячие сразу же. Просто по полу ходишь, и теплые горячие полы. И вот сейчас уже пришли к этому результату. Но главное, на стенах поселилась черная плесень. Бабушка-остматик уже второй раз угодила в больницу. Но куда бы жильцы ни обращались, ответ везде один. Это не наша работа. Якобы они приезжали уже, посмотрели и говорят, что это теплотрасса должна вырыть где-то, найти место аварии и заняться этой проблемой. А уже кто-то дозвонился и на теплотрассу, попали туда, а там якобы сказали, что это тоже не наша. А вот управляющая компания. Где источник БЕС специалисты управляющей компании долго не искали. Порыв произошел со стороны магистрали возле дома. О нем сообщили и водоканалу, и ЭТК. На месте определиться не смогли, так как оба ресурсника свою вину отрицают. Письма с нашей стороны написаны, ответа от поставщиков нет. И только после вмешательства чиновников района администрации, дело сдвинулось с мертвой точки. В итоге, по результатам как выездных совещаний, так и у нас здесь, после проведения диагностики, определились и установили место порыва. Порыв был устранен силами ЭТК. Тем не менее, совместная комиссия из чиновников, коммунальщиков и поставщиков услуг нанесет завтра визит в подвал подтапливаемого дома. С целью выяснить, не заливает ли подземелье еще какая-нибудь труба. Юрий Шумков, Николай Косарев, Олег Кузнецов. Городской дозор.